Потому что мама сказала, если будут тройки, то ты не будешь играть. Я не вижу учебу вообще, и все, что связано с ней, и стрелки, и челы забивались, челочки, и стенка на стенку. Я не задержан, типа, я вообще... Это же по комплекции видно, я думаю. Я вот так и 47 люблю слушать. Плейстайл кошек мне больше заходит. Ребят, Пэт, это первое видео такого формата на канале, так что давайте вам расскажу, чего от него ждать. Вообще, идея этого видео была в том, чтобы показать вам привык спортсменов не просто как игроков Доту, а как личностей. Чтобы вы понимали, как они думают, что у них происходило в жизни, и вообще, какой у них был бэкграунд. В этом ролике мы поднимаем большое количество тем, ответы на которые вы могли узнать, только если бы провели с Глебом какое-то прям огромное количество времени вместе, или, я не знаю, вот вообще это похоже на такой, знаете, разговор после семейного торжества, либо там, после вечеринки. В общем, получилась достаточно душевная беседа. Напишите, пожалуйста, как вам заходит это видео, как вам вообще формат, потому что это первое видео такое на канале. Буду вам очень признателен. А еще хотел сказать большое спасибо компании Пари, которая не только поддержала это видео, но и вообще поддерживала меня в поездке на Интернешнл. У ребят, что по фону коду КДА, вы можете забрать супер бонус, который находится в закрепленном комментарии. Так что переходите туда, кликайте, и помните, что именно так вы можете показать партнерам, что он по-настоящему интересен этот контент. А это значит что? А это значит то, что мы будем ездить на больше турниров, будем снимать больше видео, и вам будет больше чего смотреть. В общем, переходите по ссылке, получайте свой бонус. Буду вам очень благодарен. Ну что, залетаем видос? Так, ну что, Глеб, сегодня у нас здесь вот есть школьная анкета, которую ты сейчас будешь заполнять. Здесь будут супер каверные вопросы. Так обычно. Вообще, да, на них очень сложно будет отвечать, но надеемся, что они помогут раскрыться тебе как личности и рассказать вообще немного побольше о себе. Типа у вас психолог? Походу психолога. Ну, я вот ни разу не был психологом, на самом деле. У вас не было психолога никогда? Ну, у нас был психолог, но я типа всегда отказывался. Вообще? Ну, я считаю, психолога такая тема, что ты должен сам к нему прийти. А у меня не было такого, что есть какие-то проблемы, которые я сам решить не могу. Ну, именно ментальные. Поэтому я никогда психолога не был. Интересно. Ну, вот у тебя анкета, у тебя фо-мастера. Открывай и давай начинать уже ее заполнять. Первый листок? А я не могу. Самый первый каверный вопрос. Как тебя зовут, Фило? Все легко. Почему именно черный карендаш? Я уже знал, почему типа... Поход к психологу. Ну, у меня в школе всегда была такая тема, то, что я вот черную ручку нес, хотя учителя не разрешали. Но я тебе просто из принципа всегда... Ты все равно писал черный? Да, я всегда черный писал. Меня там ругали, адвоксинки занижали, но я всегда ручку писал черный. Мне было вправду синюю писать. Можно ли сказать, что ты ЭБО? Сейчас ты еще мой почерк увидишь. Когда в последний раз писал от руки? Довольно, недавно. Красиво, красиво. Почерк у меня, конечно, да, жесткий. А у тебя, ну, на самом деле, нормальный. Не, 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 я еще прям сильно запотелся. У меня раньше такое было, что учителя вообще мы почек не понимали. Типа в детстве прям жестко было? Ну да, да, прям. Вообще не тяжело было. Меня прям... Но я все понимал, типа я все прочитать мог, если что. Ну, ты мог прочитать, но никто другой не мог. Это, наверное, главная была проблема. Но у меня прям в начале моего пути тоже было прям супер жестким. Я никогда не парился вообще. Сам по себе выровнялся. Я типа наоборот говорю, ну, нормально у меня почерк. Ну, нормально, и так сойдет. У меня типа профил был вообще. Ну, мне сейчас тогда профил. Поэтому... Ну, сколько тебе лет? На 19 лет. Как ощущать себя в таком возрасте? Кайф. Ты подходишь ко второму десятку. Да нет, кайф на самом деле. Чё, это тот самый возраст, где, ну, вот можешь делать все, что хочешь, по факту. И типа никто тебя не осветит. И здесь еще ты... Еще тебе два года надо, чтобы делать все, что хочешь. Ну да, по факту, типа никто тебя ничего не ограничивает. И у тебя есть сейчас свой выбор, как ты хочешь пойти по жизни. Что ты хочешь делать. И там никто не может что-то тебе запретить и так далее. В основном, если я раньше больше порагался на кого-то, на чьего-то мнения, то сейчас я могу более сам решать, что я вообще хочу делать. А на чём мне это полагалось? На родителей, друзей. Да, там бабушка, девушка тоже что-то говорили мне. Я всегда прислушиваюсь с братом. Поэтому... Радный брат? Да, да. Сколько ему лет? На семь лет он старше. Но он шеф-поваром вот работает. Шеф-поваром? Да. Поэтому... У вас вся... У меня типа... Вся семья окружает. Поэтому... Да не, очень кайфовый возраст. Мне особо хочется взрослеть сейчас даже. Где ты родился? В Екатеринбурге. В Екатеринбурге? Да. И как было твое детство в Екатеринбурге? Как бы ты его охарактеризовал? Да, обычное. Ну типа ничего такого. Я ещё живу в районе таком Эльмаш назывался. То есть не особо... Такой мирный, типа он считается. Он такой более... Пацанский, знаешь? Пацанский? Пацанский. Разборки там? Да, там постоянно там около футбольщики там были. Типа Спартак, Урау, там чувачки ходили просто. Повел рядом. И что, попадал-то в такие передаги? А не, я всегда типа подружил наоборот с такими чувачками, чтобы они меня защищали. Ты специально с ними дрожил? Ну да, я типа корешился с такими чувачками и у меня никогда проблем не было вообще. Таких передаг никогда не было. Я всегда со всеми там на коннекте был, чтобы если что, там всегда можно было договориться. Знаешь, ты просто говорил как в фильмах, типа я этого знаю, и все такие люди отходят такие, они шлой, шлой, шлой. Ну такого не было, конечно, но факт все знают, то есть то, что... Я типа... Ну нормальный чел, типа мне не надо там ничего делать. То есть никаких... А так там часто, да, были в школе у нас там стрелки, челы забивались просто. Человечки стенка на стенку просто бегали, дрались. Ты дрался в школе? Не, ну были, конечно, треки, да. Ну частенько даже, потому что я типа всегда общался с такими чувачками и там... Ну я такой, да, в школе был. Я не задира, типа я вообще... У меня даже по комплекции видно, я думал, потому что я вообще... Я типа такой более... Человек, который смотрит за этим всем. Наблюдатель. Где ты сейчас живешь? Ну сейчас конкретно я нигде не жил, по факту. Я просто путешествую везде. То есть я месяц на буткемпе в Сербии, потом уехал на турнир, опять вернулся в Сербию. Там один раз я вот в ВКБ обратно уезжал. По факту я нигде еще не живу. А у тебя в Сербии нет квартиры? Ты не снимаешь ничего? Ну, буткемпе живу. Да, я вот сейчас планирую один пожить. Пойду, отдохну. Один. А пока что я вот нигде не живу. Ну, значит, нигде. Ну да. А если там есть какое-то место, которое ты нигде не живешь, а которое ты мог бы назвать домом? То есть вот ты там, не знаю, спишь и думаешь о доме. Это ЕГБ? Ну да, всегда. ЕГБ точно я всегда помню. Ну я типа постоянно тогда возвращаюсь и у меня там родители живут, бабушка и девушка. То есть всегда она ну всегда то есть думаю. Всегда звоню, разговариваю, общаюсь с родителями. Поэтому нет такого, что я забываю. Как ты на нормальном коннекте с родителями? Как часто общаетесь? Ну вот ну я типа стараюсь звонить там раз в два дня. Иногда они не сами звонят. Супер. Да, поэтому мы частенько общаемся. Еще переписываемся, если не получают позвонить. Сейчас в Сеятле условно сложно вообще звонить, потому что у нас сейчас пояс минус 12. То есть у нас утром у них ночью. Да, и поэтому сейчас просто в основном переписываемся. Твой знак зодиака и в год кого-то родился. Так, подождите. Хотел вам напомнить, что в телеге проходит просто невероятное количество розыгрышей на призы с Интернешнл. Призы с Сикретшопа, призы с Олджи, призы с Тундры. В общем, там прям огромное количество призовых мест, так что вы обязательно переходите по ссылке в описании и участвуйте. А также переходите на Бусти. Там такое же количество розыгрышей, но гораздо меньше участников. Так что шанс выиграть просто невероятный. Ну а мы с вами залетаем в видос. Ну а я лев. И в год кого? В год обезьяны. Обезьяны? Да. На Манки Хинге? Да. Мы же подгадали, узнали по обезьяны. Так я думаю, можно перелеснуть на другую страничку. Так живут твоих родителей. Ну, родители зовут Елена. И Сергей. А ты с двумя родителями общаешься? Да, у меня вместе родители. То есть у нас полноценная совета. Круто. Чем занимаются твои родители? Ну, мама у меня в банке работает. Я даже не знаю сейчас с таким. Потому что она вроде как сейчас поднялась там по должности. И поэтому я даже не знаю. Ну, короче, точно не бухгалтер, чуть выше бухгалтера что-то такое. Главный бухгалтер? Может быть, главный бухгалтер. Может, типа, тот, кто управляет вообще всеми бухгалтерами. Я не знаю сейчас. Ну, с финансами, в общем. Ну, в общем, банк. Мама банк. Папа у меня... Часто в детстве ты ходил в банк? Нет. Вот я проходил, типа, стоял на пороге, ждал, пока мама выйдет и уходил. Примерно так это происходило. То есть, мама тебе там по золотой резервам никаким не водила? Да. Не повезло. На меня особо интересно. Ну, ты как скажешь, когда кто-то был золотом. Не, не было такого. Папа у меня был строителем, сейчас он был в сантехнике и плюс он строит дом. Круто. Поэтому напишу строитель сантехниками. у тебя полная семья и такие профессии пригодятся жизни. Ну да, у меня, считай, папа вообще золотыми локами, условно. Я так понимаю, вообще все может сделать. мы никогда пословно по дому никого не вызывали. То есть, у нас всегда папа сам все делал. То есть, если что-то там сантехника связана, он все сам сделает. По квартире ремонт у нас был, он все сам сделает. То есть, в этом плане, ну, реально, папа золотые руки в этом плане. У меня есть брат, единственный, родной. Чего мне описать, да или и как его зовут? Ну, да, как его зовут, сколько ему лет, я думаю. Есть Никита, его зовут. Ему получается 25 сейчас. Вот так вот. Как вы в детстве ладили? Тяжело у нас было, конечно. Что, убирались? Ну, да, постоянно. Ну, как убирались, я бы назвал это избиение, потому что он мне на 7 лет старше был. Обычно, как было, это обычно младшие начинают браки, а не старшие. Там 50 на 50 было, типа, я постоянно там или что-нибудь не так делаю, там, прилетал. Либо у него плохое состояние, там было, и мы там пососпались друг с другом. Вот даже за компы, там часто. Мы оба играли, в основном, и там постоянно такая тема была, что кто-то недоволен был. И как брат отнесся к тому, что ты играешь? Вначале не прям по-моему профилу, было, а сейчас типа он поддерживает. Ну, он типа не верил в это, он сам играл и думал, что это невозможно. Ну, играешь, играешь, да, что-то. то есть, он думал, это фигнярс. И в какой момент вот родители, в какой момент брат, поняли, что это? Да вот, наверное, в этом сезоне, когда я уже начал по турнирам всем ездить. Ну, словно, даже если ты зарплату одно получаешь, но вот именно ездить на турниры, то есть, показывать себя на мировозговорение, это совсем другое. То есть, я думаю, в этом сезоне они уже так начательно все поняли. Кто ты есть? Какое-то твое любимое число. Ну, у меня на форме 11. Ну, в целом любимое число один у меня на самом деле. Почему именно один? Ну, всегда первый, плюс оно красиво выглядит. И вот я 11 поставил, потому что один, типа, это в основном вратарей стоит. Да, я решил 11, потому что две единички просто красиво выглядит. Твойной вратарь. Ну, да. На две стороны как ты работаешь? Ну, да. Поэтому, ну, один пусть будет. Что, помнишь, что это свое первое превосходство? Да, не особо. Да, они как будто все как один были вообще. Просто приходишь на линейку, сидишь потом за партой, минут 40, там приветствия и уходишь. Ну, самое первое, там обычно какой-то какой-то праздник, там ничего. Я никогда такого, я не вижу учебу вообще и все, что страшное с ней, я это не навидел с детства самого. И поэтому, я не навидел первое серебря, уже сразу с нулевой. Поэтому, я не помню. Пошел ли не к депрессит от школы? Мне кажется, пошел, потому что я вообще хотел стать, когда вырос. Я хоккеистом хотел стать. Я смотрел хоккей, хотел хоккеистом стать. А ты занимался? Не, я не пошел заниматься, потому что далеко было, плюс, эту форму надо покупать. Но форма там стоит. Да, да. И экипировка значительная. Я не занимался хоккеистом, хотя, ну, хотелось, собственно, как звали твою первую классную руководительницу? Интересный вопрос. Да, я пытаюсь вспомнить. Я просто сейчас пытаюсь вспомнить и не перепутать. Ну, ты помнишь ее, как она выглядит? Да, да, я помню. Но у меня, кстати, первая классная руководительница хорошая была. Вот ее зовут Наталья Юрьевна. Наталья Юрьевна? Да, если я ничего не перепутал. И как ты учился в начальной школе? А я всегда хорошо учился. Я типа учился хорошо, потому что мама в банке работает? Да. Нет, потому что меня тебя всегда заставляли учиться хорошо и меня запрещали в компьютерах играть, если я плохо учусь. Поэтому мне нельзя было плохо учиться. Потому что я хотел поиграть. Стоит ли родителям так делать? Такую мотивацию? это нормально, не заставляет как-то выворачивать мозги свои. Потому что я по факту не продолжал учиться, я просто продолжал лозейки искать и списывать, сделать что-то так с ДЗ, либо быстро написать что-то. Какой у тебя любимый предмет был в школе? Физика? Наверное. Наверное, физика. Почему именно физика? Ну, я знаю, это единственный предмет, на котором мне просто скучно не было. Я понимал, что он хоть как-то с моей жизнью связан. Потому что в основном после пятого класса уже даже ту же математику ты учишь и ты понимаешь, что тебе это в жизни никогда не приходится. А физика и биология хоть как-то связаны с нашей жизнью. Но биология, она скучная, нереальная вообще. А физика, она хоть, ну, это единственный предмет, на котором просто скучно не было. Ну, еще возможно, география, это у нас просто учитель хороший был. В период. У нас мужик был, учитель, и нормально было. Какая фу. Какие кружки ты посещал? Ну, никакие. Или кружки вообще в целом имеются там на какие-нибудь занятия ходил. На футболе я занимался самбо, когда маленький был. Сколько лет? Там с 8 до 11 чего-нибудь. Года 3. А потом я футболом занимался. В траках, в школе ты мог. Какая-то база у тебя была. Да, я типа мог что-то там выдать. Ну, так. И футболом я занимался. Футболом сколько? Ну, я футбол всю жизнь играл как будто. Просто там на площадке там или в школе с друзьями. Ну, занимался вроде года 4 где-то. На какой позиции играл? Ну, 3-4 где-то. А я в мини-футбол играл, напишу 3 года. В мини-футбол играл правым защитником. Там же 4 срочечка. Там не особо по позициям разделяются. Там факт, что все участвуют в обороне и защите. Всегда. Ты был двоечником, а жилищником. Ну, я хохашистом был. У меня даже со мной аттестат там просто 4-4-4-4-4-4. Я типа сделал так. Все четверки? Ну да, потому что мама сказала, если будут тройки, то типа ты не будешь играть. Поэтому я просто сделал все четверки были. Ты будешь всю оставшуюся жизнь не будешь играть? Ну, не, ну типа, просто сделать такой-то шайдер, запретить мне играть там месяц. Аттестат там на все четверки вывозь. Если есть дети, надо все-таки это, давайте все. Я какие-то предметы на пятерки знал просто. Мне там занижали оценки там за двойки или там за то, что черногучка писал. Возможно, кстати, Или я там часто прогуливал по среднему уроку. Тоже бывает. У меня был французский язык в школе по субботам. Я не расходил первую неделю и потом я на него просто не был на 16-й год. И мне на него просто поставили тройку, но я попросил типа на четверку, меня на него на четверку изменили. Нормально вообще, нормально ты попросил. Хотя я просто не был типа на этом. Ну, год не был и так четверочку получил. Ну да, вот так вот мы французский язык учили. А английский язык и наоборот, типа пятерку в школе я всегда отдавал, но там с учительом не повезло и она меня просто на четверку снизила. Просто захотел. Как сознание английского языка у тебя? Ну, типа, сойдет, я думаю. Ну, очевидно, если я хочу там или европейской команде как-то коммуницировать, то надо будет еще подучивать. В целом, я могу свободно общаться там с людьми с англоязычного стаффа. Там часто сенсей не общаемся и так далее. Поэтому я думаю, я думаю, нет проблем как таковых. Я бог с нашлистом. Потому что отлично команда тоже надо дать. Ты подмечаешь, что все-таки ты все черным выполняешь. Все черным на черным. Хэллоуинский выпуск. Оп. Летние каникулы. В основном дома я проводил за компьютером. А к бабушкам куда-то что-нибудь такое? Ну, это только в детстве было. Меня, типа, родители могли отдать просто к бабушкам на выходные. Я вот бабушка и девушка сидел. Ну, так я в основном дома сидел, играл, ну, иногда гулял там, условно. А так я вот в тот играл, тренировался. Да. Поэтому основном, ну, где-то, я думаю, 80% я был дома. А ты когда начал играть в доту? Я всегда играл, но не просто в доту, потому что я в доту просто играл всегда. Я там, условно, играл в стрелялки, стратегии всякие. Какие игры тебе стреляли? Мне было слово говорит, что я там вообще с 3 лет играю, я там сижу. Ну, я, ну, я, типа, вообще во все играл. Но всегда мне стратегии больше нравились. Поэтому я, условно, когда увидел доту, это лет 12 было, я пошел в нее поиграл годик и потом перестал. А потом, снова в 14 лет начал затрудить меня. Так, ну, получается, дома. В доте? Дома. Домашние животные. Ну, мы ходили или есть кошка, и то она появилась, типа, не потому что они захотели. Потому что брат завел кошку у себя дома и начал переезжать в Казахстан и просто кошку нам отдал. Нормально. И все, и родителям проживательно, и ее не оставили. Поэтому есть кошка у нас Мули ее зовут. Почему именно такое имя? А я не знаю. Необычное. Это вот брат мой дал. Такое имя. Мули. Кошка. Как зовут твоего лучшего друга? У меня прям лучшего. Но лучшего у меня нету, если с собой у меня не было. А в детстве? Не, ну, я в школе типа со всеми так общался. У меня был друг хороший, но потом ситуация произошла не самая лучшая и мы перестали общаться. То есть, мне скруто, что его типа не назвать лучшим другом. Учших друзей нету просто. У меня есть просто хорошие друзья, вон там, как Данил, кусал на близне. Но лучших друзей там нету у меня. Я же в школе, я вот ни с кем со школы не общаюсь. Я в школе общался только потому, что я в школе не нахожусь. Ну, это нормальная ситуация. Я сразу понимал, что я ни с кем по школе из них общаться не буду. Я даже не знаю, чем все занимаются в общей жизни. Может, кто-то там реально поднялся. Я даже не знаю. А ты точно поднялся. В ГКБ смотрят такие. Глеб, вон, на турниры ездят. Чем ты любишь заниматься в свободное время? Не знаю, по-разному. Могу погулять с кем-нибудь, пойти куда-нибудь сходить, покушать, отдохнуть. Могу просто в сирик уснуть, просто в сирик смотреть часами. Так-то по-разному все. Сейчас вот, когда буду один жить, я планирую готовить побольше просто. Потому что как раз кем-то живешь, чтобы на буткемпах впаду, постоянно этим заниматься. А когда один, это наоборот даже как отдых идут. Какое твое любимое блюдо? А я не знаю, я вот сейчас начну придумывать, что-нибудь начну придумывать. У меня просто нет любимого, даже вот, которого я именно люблю кушать, у меня нет такого. Мне постоянно задают вопрос. Я вообще в этом плане привередлив, то есть мне надо что-нибудь такое необычное. Или прям, чтобы реально вкусное было. Только на самом раз. Ну, не знаю, просто напишу базу отдыхать, лежать, смотреть, сирихи, смотреть. А на Twitch еще что-нибудь смотришь? Ну, я постоянно Twitch смотрю, потому что там просто какие-нибудь фишки подмечают у плей-игроков. Если что-то делают, тогда я Twitch просто на себя смотрю. А если не из плей-игроков, а что-нибудь там, типа ИВЛ какой-нибудь? Ну, бывает, иногда смотрю, но не прям сказать, что это супер, что-то интересное. На YouTube даже чаще положил время. Я футбол там само смотрю. Медиафутбол. Медиафутбол? Да. Там сижу, посмотрю просто футбик. Какое у тебя проживание? Получается среднее, неполное? Ну, получается. Или как называется? Я, получается, только 9-й класс закончил. Только 9-й? Да. Я пошел потом в колледж и забрал доки. Ну, получается... Неполное, среднее. Блин, я даже не знаю, как это называется. Вроде неполное это среднее. Неполное. Ну, пусть будет так. Пусть будет среднее, неполное. А если бы пошел бы дальше учиться, если бы не в доту, то куда бы, думаешь? Да, я бы отучился на повара и пошел в работу, понимаете? У меня же у брата много связей, особенно с Николей. То есть, я бы где-то опыт работы точно работал. Ну, то есть, ты бы хотел бы... Да, я бы после с братом работал бы. То есть, я думаю, у меня такой план был. Либо я в доту, либо я вот иду. С возбратом работаю. по-борам. Вот, право, у тебя любимая еда, и у меня, типа, нету любимой еда. Мне там, основном, ну, я люблю азиатскую кухню. Но я не скажу, что я там не люблю, типа, нашу русскую кухню или итальянскую. Я, типа, вообще везде могу поесть что-нибудь. Поэтому... просто еда вкусная была. Но еще мне вид важен. Мне главное, чтобы подача была хорошая. Чтобы подача была хорошая. Потому что если подача плохая, то аппетит у меня не разыгрывается. Блин, ты же часто доставку ешь. Ну да, но это приходится просто. Я вообще не фанат доставки. Там-то точно подачи нет. Я вообще не фанат доставки. Там всегда жирная еда, и просто ты нажираешься, и ты не хочешь жить потом. Согласен. Просто хочешь лечь и лежать. Еще не такая теплая. Как бы вот из-под ножа бы поесть. Тепленькая вот эта, да. У тебя любимый напиток? Я очень люблю кофе, но я и очень люблю чай. Какой чай любишь? А я, ну, черный чай люблю. Фруктовый чай, вкусненький, вот эти чайчики. Люблю холодный чай, типа вот этот липтон. Холодный? Липтон чай, типа, просто покупай себе. Поэтому я вот... Ну, в основном, я очень часто липтон пью, но я и килл кофе часто пью. Но я напишу липтон все равно. Липтон с кофе? Типа холодный чай, липтон. То есть, ты прям вот этот вот покупной? Да, да, да. Я его прям вообще... Я, наверное, со склада был от него просто миллион. Ну, я в Сербию приезжаю, а там нет липтона. Я кофе сижу пью. Ну, не сказать, что я недоволен жизнью. Ну, то есть, достойная замена? Да, да. Кофе, то есть, тоже нормально. И сколько чашек в день? Две максимума. То есть, я не перебарщиваю там, понимаете? Там, в основном, могу выпить и потом вторую вещь в компас. Как-то нормально засыпаешь, если вещь в компас? А не скрутишь, у меня кофе бодрит жестко. У меня прям такой кофе. Угу. Чтоб это сделать сразу, если бы выиграл миллион долларов. Ну, вот прям. Ну, во-первых, получить бы, попытался. Ну, вот. Ну, вот представим, ты получил, что дальше? Что ты с ним делаешь? Ну, я бы дальше все квартиры все смотрел где-нибудь. Где бы смотрел? Ну, я бы посмотрел, типа, не знаю даже. Я, на самом деле, не так много где был, чтобы знать, где вот, у меня реально по кайф. У меня, на самом деле, столько стран еще, где я хочу побыть и понять, мне там нравится жить или нет. В какие страны ты бы хотел бы съездить? Не знаю, я бы в Амстердам, ну, в Нидерландо съездил, просто во Францию, я бы сгонял, в Италию я очень хочу сгонять. Мне кажется, в Италии прикольно, в Испании, мне кажется, прикольно. Вот такие, типа, там, страны. Мне очень говорили, что в Испании прикольно, но там дорого жить, поэтому я вот не знаю. Ну, как кому заходит? Мне не за что вообще? Кто-то говорит, потому что в Испании вообще кайф, поэтому я еще не знаю, где я... Надо еще. Но я бы точно квартиру смотрел, потому что квартира... А квартиру-то где? Так если ты не знаешь, где покупать? Где квартиру? Я бы тогда просто базовую купил, просто в Москве купил квартиру, чтобы потом, если что, если что, наверное, всегда полезно будет. То есть это не просто куда-то потерять деньги, то есть всегда недвижимость продаж. Тоже верно. Если бы ты был животным, то каким? Ну, я люблю собак очень сильно, но плейстайл кошек мне больше заходит. Плейстайл? Да, я бы сказал. Как они себя ведут, свою жизнь? Ну да, они просто кайфуют от жизни, они просто спят, делают что угодно, даже не гуляют. То есть ты заберешь кошку, она просто кайфует от жизни. Ждет, пока ее покормят, пока за ней уберут и просто спит. Иногда приходят, ее гладят еще, и она уходит. Поэтому я думаю, я бы был котом, я думаю, да. Каким котом ты бы был? Не знаю, чисто может быть танцем каким-нибудь, таким сереньким, шестиком. Такой не. Первый, у тебя любимая музыкальная группа. Ну, блин, там группы нет. Ну, может, из последнего что-то, что тебе понравилось? Наверное, просто именно группа с моим, наверное. Угу. Да. Ну, это может быть не обязательно группа, музыкант один. Да, ну, если музыкант один, то тоже очень сложно. Я просто меломан, я вообще все тоже слушаю. Что по жанру ты слушаешь? Я все слушаю, кроме рока. Поним? Типа я могу попсу слушать, вообще старую, там, 70-х. Могу, прям суперстарые, лодовые такие, могу вообще сидеть, новую школу слушать. А могу, типа, что-нибудь забытое слушать, которое, в 10-10-м слушает, что-нибудь такое. Поэтому, не знаю. Ну, я напишу там, я думаю, честно, пофиг написать, там, АК47, пусть я напишу. Я вот так АК47 люблю слушать. Я секретирую лога, пусть свои ребятки поймут сразу. АК47 по факту, это глупая же. Интересный выбор. Ну да. Не, факт реально, я вообще все слушаю. Я типа слушаю и хип-хоп, и эмо-рэп, и старые треки, в основном. Поэтому, я не скажу, что мне что-то может не нравится или понравиться. Я типа все послушаю, мне главное, чтобы именно, как это мне понравилось. Поэтому меня не привыкли в плане музыки. Какую-то просто техно музыку люблю слушать тоже. Нормально вообще. В Хардстайл какой-нибудь? В Хардстайл тоже. В Диалуджи, ремикс. Тоже, вообще без проблем. У тебя любимое время года? Ну, мне осень нравится. Типа, мне погода осень не заходит, потому что мне холодно, не жарко. и всегда... Пишут черным маркером, осень. Тут, наверное, надо было половину написать, черную, половину розовую. Не, ну, я типа люблю именно погоду осени, потому что, ну, реально, я не люблю жару, и не люблю холод. Что для тебя жара? Время жара, то типа 20-25 градусов уже. Угу. Это жара уже. Мне типа надо 15, и тогда я буду по кайфу. Я типа не вообще ненавижу под солнце просыпаться. Угу. Потому что когда просыпаюсь, у меня солнце светит, и мне так жарко нереально. Еще гроза не могу, вот так вот приходится, щурится просто. Тогда тебе Амстердам точно зайдет. Поэтому я... Ну, примерно вот такая вот погода, как сейчас здесь. Я люблю вот просыпаться, да, вот, чтобы не было солнца, и я шел гулять, и мне не было ни жарко, не холодно. И тогда вот ненормально. И обычно такая погода осенью. Ну, весной, а весной, типа такая же погода, но там очень грязно всегда. Угу. И даже снег тает, всегда грязно, и поэтому я вообще ненавижу осень. О, весну. Да. Какая у тебя любимая Mark Kraftho? Блин, да? Нет, не любимая. Ну, мне Бахт нравится очень сильно. Очевидно. Какая Бахтинайд? Ну, восьмая у сона. Нравится, да. Да. Кабриолет у них прикольный еще. Сейчас, секунду, водички возьму. Че ты меня и так? БМВ пусть будет. А? БМВ, короче, напишу. Кто, на твой взгляд, самый выдающийся человек в современности? Не знаю. Ну, Ион Маск, наверное, какой-нибудь. Ну, это достойный ответ. Он самый первый, кто на него приходит. А если самый первый, значит, он самый выдающийся. Что тебе нравится из того, что сделал Ион Маск? Ну, не знаю. Он просто такой выделяющийся. Типа, он пытается на волне быть даже с молодежью, условно. Поэтому, я думаю, у него коннект условлен с аудиторией. Типа, он же вообще высказывается, ему профилу на всех вообще. Ну, у него уже это есть. Знаешь, в английском есть такое выражение «fucking money». Ну, типа, ему уже все равно. У него столько денег, что он может все, что угодно, как угодно. Он там, вон, вчера... Вчера она кайфует. Там, просто Twitter захотел переименовал вообще. Ему понравится. Так он вчера прилагал, типа, задоначал миллиард долларов в Википедии, если предзазовете ее Дикопедия. Дикипедия, ну, типа, где? Поэтому, он, типа, угарный. Но за ним интерес следить, я думаю, людям. Ну, сто процентов. Сталагатный. Твой любимый цвет. Я думаю... Кстати, все подумают черный, да? Не скажу, что черный мой любимый. Я думаю, и белый люблю, и красный. Но я думаю, вот белый мой любимый цвет. Ты краски в белом пришел? Ну, белый-черный вот любимая комбинация для меня. Тебе прикольные. Ну, я... Я люблю сейчас цвета по типу такого, там, бирюзовый, там, или алый, алый, типа. Тоже прикольные. Поэтому, я думаю... А в детстве какое тебе нравилось? Ну, всегда то есть красно-черно-белый я вот просто любил. Ну, типа, есть такие цвета типа, бирюзовые, вот, алые мне нравятся, на самом деле. Они прикольные обычно выглядят. Я пишу, там... А можно несколько, да? Пожалуйста. Пишу, что штука хочешь. Давай черный, белый, и пусть будет алый. Какой у тебя любимый фрукт? Фрукт, фрукт. Вообще, тоже, конечно, пропосик. Ну, какой любимый фрукт? Какие вообще тебе нравятся из фруктов? Не, ну, я много очень люблю. Типа, я... У меня просто намного еще, что... У меня аллергия. Да, у меня голод начинает чесаться. После того, как я ем постоянно фрукты, поэтому я, типа, поменьше их ем. Хотя, очень люблю. На все фрукты у тебя такая реакция? Не, где прям сок такой. Типа, апельсинов. Типа, апельсинов, да, вот, нектаров, там, и все. Не, ну, я люблю, типа, помело. Мне нравится. Угу. Я, типа, вообще, помело бы сутками ел. Если бы мне его кто-то чистил, мило вот именно западу чистить, но когда он очищенный, я бы его просто сутками сидел ел. На Бали пробовал какой-нибудь? На Бали трагонфрукт попробовал, вообще не зашел. И какое-то их местное, где... Он, типа, маленький, и ты кожуру снимаешь, и начинаешь, просто кусочками. Ласк, что-то такое. На ласк, что-то там. Типа, такое 50 на 50, она непонятная. Там очень вкусные арбузы были на Бали. Блин, не попробовали. Вот арбузы я там сутками ел, если че. Арбузы там вообще. Давай я помало напишу. Помало с двумя, а у? Вопрос. Я думаю, с одним. С одним? Сейчас вот... Давай с одним напишем, если че, опозоримся вместе. Нет, если что, ты можешь сказать, что это я сказал, и поэтому ты так нормально снял соответственность, на меня перевожу, вообще чисто. Факт твой. Какой у тебя любимый суп? Вообще, в детстве любил супы? Ну, не сказать. Типа, ну, так, 50 на 50. Но я люблю крем-супа. Очень. То есть, я люблю сырный крем-суп с кремочками, грибной суп, тоже. Тыквенный? Ну, тыквенный, но, типа, только от мамы люблю. Типа, в ресторане не заказал бы. То есть, вот так. Томатный? Нет, томатный я вообще не наезжу. Томатный я не наезжу просто. Ну, короче, вот крем-супа я люблю, ну и борщ. еще найти. Да, это факт. Потому что не везде они вкусные, но есть, когда находишь и понимаешь, что оно, то рамена тоже очень вкусные. Каким достижением ты кладишься больше всего? Ну, блин, я не знаю, что у меня какие-то достижения были у меня вообще. Достижения может быть все что угодно? чем ты давал? В моем понимании, у меня нет каких-то достижений. Ну, могу только отметить вообще сам путь, который проделан был и насколько лучше стал человек как игрок, как личность в команде. Угу. И вот только вот это могу достижение быть. Приличные достижения. Давай, вот этот сезон. Напишу туда. пусть будет. А так, в моем плане нету особо каких-то достижений еще в жизни. Ну, если ты так считаешь, значит, все впереди еще. Да. Что же, конечно, в людях? Ну, не знаю, прямолинейность не наклонить. То есть, я не люблю, когда люди вначале пытаются выставить себя не тем, кем они являются. То есть, я люблю, когда люди прямо всегда говорят и высказываются. Пусть будет прямолинейность. уже такие вопросы философские пришли. Задумка. Немножко. Ты же хотел к психологу сходить. Вот. Что тебе нужно для счастья? Не знаю, я сейчас не задумывался. Ну, я не задумывался. честно. А что делает себя счастливым? Вот что-то происходит, ты такой, чувствуешь, вполнение счастья? Когда я играю в доту, я побеждаю, получаю энергию от публики на сцене. Для меня это кайф. Поэтому, я думаю, побежать на сцене, я думаю, вот это мне нужно для счастья. Хороший ответ. Потому что пока что с победами на сцене не идет, а это самое вообще вкусное, что ты можешь от жизни получать. В Берлине зато вы много побеждали на сцене. Там не сцена была. Там мы очень жесткие катки, конечно, играли, но не побежали на сцене. Почему? Мы только стоп-3 начали играть на сцене. Да? Угу. Единственное, где мы побежали на сцене, это Бали были. Да, мы только на Бали побежали на сцене. А там была наоборот самая-сабая страна. Да. Да, поэтому так вот. Чтобы ты посоветовал саму себе в 16 лет, да ничего бы я не советую, честно. Я, типа, много тут задают вопрос, но по факту мне все устраивает. Единственное, просто поменьше, типа, зазнаваться. Но хотя я не уверен, что, если бы я не зазнавался, то это, возможно, не было какими-то уроками. Поэтому я хороший урок из этого вылучил, на самом деле, поэтому меня все устраивает. И какой урок ты из этого вынес? Ну, то есть, я просто перестал, в основном, смотреть только на себя в команде. И начал задумываться, что хотят на интимейт. я всегда был открыт для диалога, в основном, потом. То есть, команде я всегда открыт для диалога, если вы хотите что-то мне доказать, в пани игры, то я всегда признаю свою ошибку, если это по факту. Чтобы ты посоветовал, в основном, ну, ничего. Ничего. Реально я все что-то вспомнил, ничего, зачеркнем. Я решу побольше отдыхать от доты, потому что бывали моменты, где я просто перегорал и сидел, даю на проф. Побольше. отдыхай. Потому что да, иногда те тренировки вообще никакого импакта не вносили, и я, получается, просто играл, там, что он сам себя вынял. Ну, так как раз таки и вынес. На своих ошибках учится, так и вынес этот урок. То есть, ну, надо что-то нарисовать. Нарисуй, что нет на память. Что угодно. Что тебе приходит в голову. Я не знаю, напишу просто TI-2023. И грустный смайлик. Потому что такие вот эмоции, когда улетаешь с Турика. Хотя все говорят особенно по деньги-деньги, но у меня пришли какие-то особенные эмоции на этом Турике, когда я в основном даже с отеля уезжал, с International Oscars. То есть, необычно. Не как-то словно на Мажорах. На Мажорах словно не было таких эмоций, таких чувств. А тут нам интересно все-таки снова обидно немного. То есть, это что-то другое все равно, это все распорядка. питает. Ну, а что-то у меня так, не знаю. Я думаю, всем обидно уезжать, когда кто-то остается, а у тебя нет выбора. Тебе надо уезжать. И ты такой, блин, а я бы хотел бы еще, наверное, остаться. Да, это сегодня какое часо? Потому что я не помню. 24-ое, получается, сегодня? Какое сегодня? Утром? 24-ое, 10-ое? 24-ое, 10-ое. 25-ое, 10-ое, 23-ое. Слушай, не спросил, надо было, вопроса не было. Когда у тебя день рождения? 19 августа. 19 августа? Да. То есть, не так давно было? Ну да. 6-ое так. Ну вот, получается, вот такая вот у нас получилась анкета. Надеюсь. Мне было, на самом деле, интересно, вот это вот все с тобой, как ты трусовно провел так немножко по верхам через свою жизнь, рассказал, что у тебя было, как, по семье, что у тебя в семье происходило, кем ты был в школе, вот, что для тебя важно, приятно было вообще узнать. Не так часто, обычно, чтобы вот это вот все узнать, надо прям очень-очень-очень-очень много поболтать и прям быть очень хорошими друзьями, и тогда только это узнаешь, а тут мы с тобой прям, ты рассказал про свою жизнь и мне было приятно. Спасибо большое. Прости, с вами шоу прикольное, понятого, что реально легко это все, все так воплостно устроено, ты по-быстрому все говоришь, то есть я не запрягаю этот, поэтому думаю, там еще если с кем-то поздравите, я думаю, тоже интересно будет. Обязательно. Спасибо, спасибо, что смотрите. Давайте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 и так, правильно, как я сказал, что, ну я сказал прям много то, о чем обычно, чтобы тебе узнать, тебе надо вот прям посидеть, узнать вот эти вот разговоры на кухне, какой-то праздник, разговоры на кухне, вот только тогда можно узнать вообще про человека по-настоящему. И надеюсь, получилось это передать через камеру, это был первый выпуск, абсолютно тестовая рубрика, так что пишите, пожалуйста, свои комменты, как вам зашло, не зашло, буду благодарен, давайте, увидимся в следующем видео, пока-пока.